Хотел бы вас всех, уважаемые коллеги, поприветствовать на заседании нашей секции. Да, и я поведу свою речь сегодня о городском фэнтези на примере одного финского произведения и цикла повестей русского произведения. За последние несколько десятилетий отношение к литературе фэнтези во многом изменилось. Несмотря на то, что многие люди могут понять, когда читают произведения из жанра фэнтези, для ученых-филологов определение границ этого жанра оказалось достаточно сложной задачей. Текст в жанре фэнтези обычно представляет собой смесь очень многих вещей. Фольклор и различные мифологические традиции являются важным источником вдохновения для фантастической литературы. В финских народных сказках присутствует большое количество типов сверхъестественных существ. Согласно одной из классификаций, сверхъестественные существа делятся на две группы. Первая включает мертвых, призраков и различных духов, а другая – так называемых природных существ. Более того, природные существа могут быть разделены на одиночек, предпочитающих служить, предпочитающих вести свою деятельность в одиночестве, и существ, живущих в коллективе. Существо-одиночка в фольклоре Финляндии – это обычно эльф, который заботится об определенном месте. Например, доме, мельнице, озере или лесе. Почти в каждом месте есть свой эльф, однако он несет свою службу в полном одиночестве. Напротив тролли – существа социальные. Они очень похожи на людей. У них есть семьи, и они живут своим собственным коллективом, напоминая жизнь древних людей. Истории о троллях рассказываются в основном в Южной и Западной Финляндии. Считается, что финские тролли живут в лесах и горах. Они, истории и легенды, учат нас, что всегда нужно быть начеку, имея дело со сверхъестественными существами, такие как эльфы или, например, тролль. Фэнтези-литература часто следует этому убеждению. Встреча между человеком и нечеловеком всегда несет за собой некую опасность. Городское пространство является неотъемлемой частью и средой обитания для большинства современных людей. Город накладывает отпечаток на человека так же сильно, как и природа, однако он подчиняется исключительно потребностям человека. Городское фэнтези отличается от других произведений этого жанра тем, что автор помещает местодействие произведения в мир читателя. Фактически герой произведения и читатель начинают делить одно и то же пространство. Достоверность описываемых событий увеличивается за счет наличия в тексте названий реальных мест того или иного города. Читатель таким образом может не только узнать место действия, но и понять, что все описанное в книге происходит параллельно с его жизнью, в то же самое время и в том же самом месте. Кроме того, городское фэнтези всегда оставляет у читателя надежду на то, что он сможет попасть из своего мира в иной фэнтезийный мир. Роман «Юханны Синесала. Тролль» выступает иллюстрацией подобного приема. Действие романа начинается с того, как главный герой, ангел, находит раненого детеныша-тролля рядом с мусорным баком и берет его домой, чтобы вылечить. Ангел – успешный коммерческий фотограф из финского города Тампере. Он просматривает интернет и городскую библиотеку, чтобы узнать больше о троллях. В этом мире тролли представляют собой просто редкое животное. Он выясняет, что они едят, их естественное происхождение и почему его тролль продолжает хворать. В конце концов, он находит средства от паразита, вызывающие болезнь, и тролль выздоравливает. Ангел эмоционально привязывается к животному и даже называет его «пэсти» в честь тролля из детской книги. Однако, вплоть до самого конца романа, ангел задается вопросом, насколько же разумным является тролль. Роман поднимает и исследует тему противопоставления природы и человека, исследовательно естественного и искусственного. Это тесно связано с городской обстановкой текста. Город, как искусственное, неестественное пространство, рассматривается как убежище от опасности дикой природы. Построенный, развитый и управляемый человеком, город является символом господства людей над окружающей средой и, следовательно, того, как они видят себя в окружающем их мире. Как человек использует город, чтобы защититься от природы, так и животные должны использовать лес для защиты от города, который для них является враждебной средой. Роман «Синесало» опирается на ряд художественных и научно-популярных источников в ходе исследования ангела биологии и преданий о троллях. Ангел читает статьи из веб-сайтах и из различных газетных архивов, а также книги по биологии, мифологии и фольклору, отрывки из которых воспроизводятся на страницах романа в виде отдельных частей, отличных от повествования персонажа. Для творчества Йоханна и Синесало вообще характерно наличие подобных вставок в тексты своих произведений. Например, в другом произведении, в ответ на «Когда можно встретить то же тролля», произведение называется «До заката нельзя», там даже существует отдельная секция внутри самой книги рукописных комментариев, которые может оставлять читатель внутри самой книги. Однажды, когда ангела нет дома, к нему приходит один из его друзей. Он входит внутрь дома. Тролль, живущий в этом самом доме, испугается, атакует и, к сожалению, убивает человека. Когда ангел приходит домой, он видит мертвое тело и решает сбежать с троллем в лес. Там он узнает, что тролли – это не просто животные, а разумная раса существ. Возможно, этот лес и можно найти на карте, но как дом троллей он совершенно неизвестен людям. Таким образом, лес воспринимается читателем как другой мир. Отношения между ангелом и маленьким троллем также меняются со временем. Сначала ангел заботился о тролле как о домашнем животном. Наблюдая за ним, он все больше и больше понимал, что перед ним разумное существо, что заставляло его задумываться о том, насколько же они отличаются друг от друга. В лесу, когда ангел и Песси входят в мир троллей, они держатся за руку. И история заканчивается открытым финалом. Почему же этот роман можно отнести к городскому фэнтези? Прежде всего, город Тампера играет активную роль в сюжете как на идейном, так и композиционном уровне. С одной стороны, город Тампера выступает узнаваемой средой для любого городского жителя, а в тексте присутствует многочисленное описание реальных городских объектов и городской среды в целом. Желание героя сбежать из ненавистной среды города наличенствует у героя еще до встречи с троллем, что выливается в идею эскапизма, характерную для жанра городского фэнтези в целом. Город служит точкой, из которой они сбегают в другой, более естественный фэнтезийный мир. Переходя ко второму произведению «Лабиринты Еха» Макса Фрая, мне кажется, что это произведение также принадлежит к жанру городского фэнтези, я попытаюсь это доказать, поскольку большая часть описанных событий в первую очередь происходит в пространстве города. В тексте присутствует многочисленное лирическое описание города Еха, в котором переселяется сэр Макс, главный герой произведения. Город выступает в роли предмета-помощника или даже в роли самостоятельного персонажа, поскольку он обладает своим собственным настроением и, согласно легенде, помогает жителям города колдовать и творить заклинания. Сэр Макс является примером типичного жителя города, привыкшего пользоваться дарами цивилизации мегаполиса. Пить кофе по утрам, читать газеты, ходить в кино. В один прекрасный день ему снится сон про то, как он получает приглашение на работу сыщиком в вымышленном городе Еха, на что он, не задумываясь, соглашается. Любопытным фактом является то, что герой перемещается из мира реального в мир Еха посредством как раз городского трамвая, что буквально проводит черту в виде своеобразных рельс между реальным и вымышленным городом. На протяжении всего повествования мы видим, как выстраивается противостояние между родным городом Макса и его новым городом Еха. Возвращаясь в свой земной дом, Макс сразу оказывается в ноябре, под моросящим дождем, тогда как в эпизодах, где действие происходит в Еха, погода всегда сопутствует героям. Родной город Макса представляется нам в качестве тюрьмы, из которой необходимо сбежать. Эскапизм, традиционный для жанра городского фэнтези, присутствует на протяжении всего цикла повестей. Прежде всего, он находит свое отражение в обычности главного героя в реальном мире и его исключительной одаренности в городе Еха. В мире земли Макс живет достаточно нормальной серой жизнью. Он не имеет постоянных дружественных романтических связей и не планирует создавать семью. Для него работа выступает лишь способом заработка, да и хватает только на жизнь от зарплаты до зарплаты. Тогда как в мире Еха герой оказывается в центре всеобщего внимания. В нем просыпается талант, выдающегося мага и сыщика. Он кажется всем необычайно остроумным, а прекрасные дамы мечтают стать его возлюбленным. Жанр городского фэнтези невероятно популярен как в России, так и в Финляндии. Авторы обеих стран вовлекают читателей в свои произведения, делая городскую среду местом действия своих произведений, однако реализуют свои идеи по-разному. Оба текста явно объединены одним жанром. Оба города играют важную роль в развитии сюжета. Синесало создает город-символ, означающий торжество человека над природой, где все подчинено и контролируется человеком. Синесало делает город непригодной средой обитания для многих животных, ведущий естественный образ жизни. Она ставит своего героя перед выбором, остаться ли в ненавистном ему городе или сбежать в лес, где можно вернуться к более естественному и древнему образу жизни, жить которым невозможно в городской среде. Для Макса Фрая же город Еха выступает неким раем, куда он сбегает с первых страниц произведений. В повестях наблюдается четкое противопоставление мира реального и мира фэнтезийного. Город играет более существенную роль, наделяя в прямом смысле героя силой и помогая ему в преодолении трудностей. Можно утверждать, что оба города играют роль персонажа, формируя собственное отношение к главному герою. Кроме того, нельзя игнорировать идею бегства от действительности. Оба текста четко устанавливают противопоставление повседневной жизни в городе и некого сверхъестественного мира, ожидающего своего открытия. И финская, и русская культуры решают разные проблемы в своих произведениях, но используют для этого один и тот же инструмент городского фэнтези. Спасибо. Спасибо. Олег Юрьевич, пожалуйста, вопросы. Можно я задам вопрос? Да, конечно. Спасибо большое за доклад. У меня вопрос. Скажите, вот роман «Тролль» и «До заката нельзя». Это один и тот же роман или это какие-то два разных романа? Я немножко запуталась в переводах и в оригинале. Так, да, по-фински называется роман, конечно, «Эннэн тайвэн ласка эй вуэй». Да, вы правы, да, тут небольшая оговорка у меня возникла. Это один и тот же роман, да, это один и тот же роман, поскольку в русской, ну и в английской, да, тоже локализации есть перевод романа как «Тролль», поскольку, ну, вот это название достаточно тяжело ложится на слух. Да, вы правы. А я имел в виду, да, другое произведение, «Аурингон-Юдин». Да, вот там как раз встречаются такие врезки и вставки, которые могут открыто комментировать читатель внутри самого произведения. Спасибо, да, за комментарий. И еще у меня был один вопрос. Вот этот вот уход, когда ангел уходит с троллем, потом в лес оставляет город. Как Юханна Синесау оценивает это? И оценивает ли она вообще это решение? Это ее цель – призвать читателя тоже переоценить, произвести переоценку ценностей, забыть город и вернуться в лес, не знаю, в деревню, как-то уехать из этого города? Или, может быть, это может быть ошибкой, или это субъективный выбор, не обязательно подходит всем? Есть ли у меня вообще какое-то послание у Юханны Синесау вот в этом финале открытом? Да, ну, вы тоже правильно заметили, что это открытый финал. Мне кажется, вот в духе такого творчества модерниста нам автор предлагает, ну, как бы несколько решений, предлагает нам самим ответить на заданный вопрос. Лично мне кажется, что для главного героя произведения это некое спасение, потому что там поднимаются некие другие темы, и мы видим, что человек явно несчастлив внутри своего пространства, и вот этот случай с троллем помогает ему взглянуть и на себя, и на всю ситуацию в целом в своей жизни по-новому, и для него, мне кажется, это прежде всего такое спасение. Хотя мы можем это воспринимать совершенно противоположно, как некая ошибка, как что-то, что невозможно будет вернуться обратно. Жизнь, которая предстоит в этом лесу, она, скорее всего, этот выбор, он будет окончательным. Поэтому мне кажется, что в целом открытый финал способствует открытой трактовке этого произведения. Ну, для героя, да, прежде всего, это спасение.